Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. По сообщениям синоптиков республиканского гидрометцентра, предстоящей ночью по Хакасии ожидаются дождь, местами сильный и очень сильный. Грозы град. При этом усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами до 27. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин предложил министрам пять дней отпуска провести в малых селах, чтобы почувствовать атмосферу и понять, какие проблемы актуальны для сельчан. Сегодня на заседании правительства основная часть вопросов была посвящена именно сельской местности и развитию сельского хозяйства. Отдельной темой стали китайские теплицы в районе Ташибы. Обо всем по порядку. Олеся Калиниченко. Совещание Виктор Зимин начал с проблем жителей Ташибы. И без того нелегкую деревенскую жизнь отравляют в прямом смысле этого слова китайские теплицы. Только по официальным данным ежегодно в республике трудятся полторы тысячи нелегалов, а в разгар сезона их число достигает четырех тысяч. По распоряжению главы республики в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая должна не пустить китайцев на наши земли. И следующий год, Иван Иванович, я прошу вас лично проконтролировать, чтобы ни одного мигранта на сельхозработах не было. Проблем действительно накопило. И за то время, что иностранцы работают на Хакасской земле, их методы в овощеводстве не изменились. Это по-прежнему использование непонятных химикатов и полиэтиленовых тепличных комплексов, после которых каждый сезон поля и пастбища превращаются в помойку, где травятся коровы. Особенно посмотрите в рамках экологии по тем полям, по тем землям, которые уже брошены. Если есть подтверждение гибели скота, составьте акты. Комиссия имеет право сделать заключение, на основании чего это произошло. И не оставляйте безответственными, кому принадлежит эта земля. Наказать виновных будет непросто. Как правило, земли под теплицей собственники сдают в аренду гражданам Китая, которые сдают их в субаренду и уезжают к себе на родину. Найти концы сложно. Более приятными стали разговоры о местном животноводстве и посевной. Она, по словам министра сельского хозяйства, несмотря на суровые погодные условия и цены на ГСМ, приближается к завершению. Влаги в земле достаточно, есть надежда на хороший урожай. А вот программа развития в республике овцеводства перестала справляться с поставленными задачами. Поголовье мелкого рогатого скота удалось увеличить до 300 тысяч, а планировали до 500. Со следующего года в Минсельхозе будут активно помогать мелким фермерам. Овец, купленных на бюджетные деньги, будут раздавать сельским жителям с условием возврата через некоторое время. Такая схема успешно себя зарекомендовала в Аскизском районе. По этой же программе правительство поддержит и чабанов, которые круглогодично пасу татары. В конце совещания Виктор Зимин вернулся к проблеме малых сел Хакасии. Мы как-то маленько приостановились по работе с малыми поселениями. Народ у нас активный и вышли с предложением часть отпуска провести в малых поселениях. После такого предложения в зале на время повисла гробовая тишина. По всей видимости, министры оказались морально не готовы познакомиться с проблемами малых сел настолько близко. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Стали известны подробности того, как прошел первый ЕГЭ по русскому языку в Хакасии. Не обошлось без неприятного инцидента. В Абазе выпускницу выгнали с экзамена за попытку воспользоваться мобильным телефоном. В министерстве образования пояснили, девушка отличница и в данном случае ведомство пойдет ей навстречу. Скорее всего, выпускница сможет задать экзамен в резервный день. Сезон только начался, но абаканские дачники с Южного уже борются за урожай. Воду для рассада им приходится возить из города. Когда в их дачном обществе начнется полив и начнется ли он вообще, неизвестно. Средства на ремонт водоснабжения украл прошлый председатель. Сегодня нет ни денег, ни живительной влаги. В ситуации разбиралась Ольга Стельмах. Вот в таких, на прицепе бочечки. Все, вот у нас запасы, это как золото наше. Это радость наша. И мы ручки стараемся потихонечку, потихонечку уж домой поедем, помоемся, потому что вода – это все. Вода для абаканских дачников стала дороже денег. Здесь ее попросту нет. В начале этого года садовое товарищество Южное прославилось на всю Россию. Бывший ее председатель Анатолий Чучелин в прямом смысле прогулял грантовские деньги – практически миллион рублей. На эти средства планировали отремонтировать водоснабжение. В итоге на Чучелина завели уголовное дело, люди же остались без воды. Чтобы помидоры, капусту, что-то высадить, у нас нет воды и у нас нет возможности. Мы высадим и труд-то наш уходит куда? Никуда. Надеемся на дождик. Спасаем свой труд, когда вода будет неизвестна. Когда будет вода? Этот вопрос теперь круглосуточно слышит новый председатель. Его назначили на смену Анатолию Чучелину. На следство перешли все проблемы. Сгнивший во многих местах трубопровод, сгоревшая электрощитовая. Кто ответит за грехи прошлого руководства? На этот счет мнения дачников разделились. Претензии есть и к новому управлению. Мы это решить не сможем. Если даже все стопроцентно заплатят взносы, нам только на фонд заработной платы хватает. В прошлом году помогло государство? Два миллиона. Где оно? Надо ведь этот участок дать денег. А у него в кармане тоже нет. Председатель получает зарплату 16 тысяч. Получает три участка и не платит за это. За телефон, за бензин. Он только принял и уже начинает на него бочку валить. Дайте ему возможность. Зарплату себе не взял еще. Сказал пока не оплачу. Вернее, воду не дам, зарплату не возьму. А то, что воды нет, потерпим. Грантовские деньги не вернуть. Помощь же в этом году может и будет, но явно не в такой сумме. Между тем, для надежной подачи воды необходимы крупные вложения. Это эстакада нашей насосной станции. Оттуда сюда поднем примерно 180 метров. Очень, как видите, крутой склон. Чтобы поднять воду на такую высоту, нужна большая мощность. В наличии же всего один насос. И тот изношенный. Сегодня его пытаются починить. Тем временем люди самостоятельно борются за урожай. Посадки уже уменьшились, урожай уменьшился. Ну и желания уже нет. И не знаешь, бросать, не бросать эту дачу. В Южном сегодня более полутора тысяч участков. Половина из них за прошедшие три года опустили. Из-за проблем с водой люди оставляют дачи. Я не верю в том, что будет вода. Я ушла с этого общества. Поэтому обсуждение уже вопросов нет. Новый председатель пообещал подать воду к началу июня. Но даже в этом случае, как долго будет бежать живительная влага, сроков и гарантий никто не дает. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. У нового полигона ТБО в Абазе появилась перспектива открытия. В городе наконец-то нашлись желающие заняться утилизацией бытовых отходов. Сейчас проект проходит лицензирование, оформляются документы. После подписания акта о приеме объект будет передан в аренду местному предпринимателю. Напомним, мусорная проблема в Абазе существует уже давно. Несколько раз свалки перемещались по территориям города и округи. В последние годы улицы, дома, жители Абазы, Заречная и даже федеральная трасса захламлены мусором из несанкционированной свалки. Теперь, как нам стало известно, ситуация изменилась. Идет рекультивация замусоренной земли. Почти готов новый полигон ТБО, строительство которого ведется на условиях софинансирования из республиканского и городского бюджетов. Состоять он будет из семи так называемых рабочих карт, представляющих собой глубокие канавы. Рассчитан на эксплуатацию в течение 50 лет. Технология захоронения отходов самая современная, однако желающих эксплуатировать полигон долго не могли найти. Торги пришлось проводить два раза. Нету дотации ни от государства, ни от Хакасии, ни от администрации. Почему? Потому что наше население всего 16-17 тысяч. То есть 16-17 тысяч населения – это очень маленькая структура до, по крайней мере, этой платы, которую сейчас мне преподнесли. Плата очень большая. В месяц около 180 тысяч у меня выйдет с НДС. Это плюс оттока аренда. Полигон в мою сторону будет убыточный, он будет содержаться за счет другой организации моей. Жеки Абакана должны убрать надписи с предложением приобрести спайс. Напомним, они появились на стенах многоэтажек в апреле этого года. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, уже получили соответствующие предписания от управления наркоконтроля. На устранение надписей отводится 10 дней. По своей сути, нанесенные черной краской предложения являются рекламой наркотических средств, что противоречит закону и влечет административную ответственность. Напомним, спайсы – это искусственные наркотики. Они влияют на организм человека в 5-10 раз сильнее, чем, к примеру, марихуана или гашиш. На обслуживании в управляющей жилищной компании города Абакана находится 152 многоквартирных жилых дома. Мы на одном из наших домов обнаружили надпись с рекламой спайса. Сразу же было задание участку нашему производственному выдано. Надпись эту оперативно закрасили. И в настоящее время мы провели работу с нашими любимыми домкомами. То есть предупредили их о том, что в случае возникновения вот таких вот надписей о рекламе курительных смесей необходимо сразу же оперативно сообщить либо в отдел ПТО, либо на телефон диспетчерской службы нашей. Он работает круглосуточно. У нас. И в случае возникновения вот таких вот надписей мы оперативно их будем закрашивать, убирать. Сегодня в России отмечают 95-ю годовщину образования пограничной службы страны. В городах и райцентрах Хакасии, на улицах и в парках десятки мужчин добавили к привычной одежде зеленую фуражку – символ службы на границе. Республиканский митинг в честь юбилея погранслужбы прошел в парке Победы Абакана. Тему продолжит Виктор Лушников. Сюда, к памятнику воинской славы, 28 мая ежегодно приходят те, кто служил на границе. В одном строю ветераны и молодежь. Всех объединяют в зеленой фуражке. В Хакасии, по данным республиканского венкомата, около тысячи человек охраняли рубежи нашей Родины. Один из ветеранов – Владимир Подвойский. Он был заместителем командира заставы в 70-е годы на границе с Афганистаном и Пакистаном. Вспоминает, что как раз на их участке проходила тропа наркокурьеров. Одного я тоже сам лично задерживал с пятими солдатами на Росюге. Ну, мне было 35 лет, ему пищатли. И он хорошо приемы знает, и мы, значит, не хуже их. До того же докидали, что мы уже обессильны оба, и все-таки я его не пустил. Те, кто пришел охранять границу уже в 21 веке, тоже вспоминают о сложностях службы. Только нарушителей задерживали в основном за контрабанду различных товаров. Особенно напряженная обстановка складывалась на Дальнем Востоке. У нас постоянная боевая тревога, постоянно в боевом положении. То есть, как бы, ну, служба не из легких, поэтому мы и гордимся своей зеленой фуражкой. Поэтому каждый год собираемся дружно. Взаимовыручка очень большая. Даже вот непосредственно на гражданке встречаемся, по работе где-то взаимодействуем. Всегда вот во всех сферах практически есть пограничники. И друг друга всегда помогаем, поддерживаем. То есть, как таковое братство, оно есть, было и будет. В честь юбилея ветеранам-пограничникам из Хакасии вручили благодарственные письма. В память о погибших к вечному огню возложили цветы. А в завершение митинга ветераны погранвойск пожелали удачи и мирной службы тем, кто выходит в наряд сегодня. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Весть Хакасия. Асайногорск отметил день пограничника весьма символично. В юбилейную годовщину войск возле одной из школ горожане установили настоящий пограничный столб. Памятный знак привезли из Тувы. Он стоял на границе с Монголией. Сегодня занял место у третьей школы. Это образовательное учреждение выбрали не случайно. Оно носит имя пограничника. Героя России Сергея Медведева. За три дня мы его восстановили. Сегодня он есть возле школы номер три, где существуют кадетские классы. Я думаю, что это как раз то место, где вот чтут и будут чтить и помнить пограничные все вот эти вот законы. Практически 30 лет у саиногорских пограничников не было места, где бы они собирались в свой праздник. Впрочем, еще в середине 80-х такой же столб стоял посреди домов в одном из микрорайонов города Металургов. Затем бывшие служители заставы каждый год встречались у местного ДК или у администрации. Между тем, Саиногорск тоже своего рода граничная точка. Еще в 18 веке, за сотни лет до образования самого города, императрица Екатерина означила здесь рубеж российского государства. Напомним, новости нашей телекомпании вы также можете смотреть и в интернете. Адрес официального сайта – вести.дефисхакасия.рф. На этой странице мы выкладываем видеоматериалы, которые выходят в эфир на телеканалах «Россия» и «Россия-24» в нашем регионе. Кроме того, наши новости доступны в Твиттере и на Фейсбуке. На этом у меня все. Берегите себя.